Добрый день уважаемые зрители в 10 часов 30 минут по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по криптовалютному рынку с вами как всегда в это время веселим питков аналитики инвестиционной академии если вы меня видите и слышите пожалуйста ставьте свои плюсики в чате чтобы я знал что с трансляцией все нормально и что можно начинать наш обзор карин спасибо за ваш плюсик то есть я понимаю что с трансляцией все нормально соответственно мы начинаем наш обзор первое на сайте coin market cap хочу сказать что произошло такое резкое изменение ситуации на крыт на криптовалютном рынке за последние 24 часа а именно хочу пояснить что вчера биткойн дошел до уровня 7400 долларов и 7400 долларов за одну монету с того момента он отскочил на 1000 долларов приблизительно на 15 процентов сейчас торгуется на отметке 8400 долларов за одну цифровую монету очень схожая динамика и у других альткоинов как у эфириума риппла bitcoin кэш лайткоин и так далее соответственно конечно если мы откроем график биткоина здесь четко ясно видно что на более таком коротенком периоде то есть если мы посмотрим на график видно что все-таки продолжается нисходящее движение и я что хочу сказать что мы уже неоднократно обсуждали что на мой взгляд справедливая стоимость биткоина находится в пределах от пяти до семи тысяч с половиной долларов с точки зрения фундамента и все что выше это на фоне ожиданий что проблема масштабирования будет рано или поздно решена и что биткоин соответственно станет более таким широко внедренным платежным инструментом конечно пока проблема масштабирования остается я считаю что этот диапазон 5000 до семи с половиной является фундаментально оправданным все остальное это практически какая-то надежда что все будет хорошо биткоины конечно покупки в этой желтой зоне они связаны с повышенным риском и так хочу сказать что было несколько и положительных и отрицательных новостей за последние 24 часа значит первую новость которая хочу сказать предполагается что twitter запретит рекламу криптовалют и ограничит практически все вот эти рекламы айсио и так далее почему я это говорю и почему я хочу обратить внимание на этот факт совсем недавно я писал что вспоминаем что фейсбук ограничил рекламу криптовалют а потом google на прошлой неделе начиная с 1 июня они поменяют свою финансовую политику в отношении рекламы то есть видно что соцсети поисковики сейчас и твиттер скорее всего запретить рекламу криптовалют то есть чувствуется что на эти компании власть в сша давит и мы это неоднократно обсуждали видно что шаг за шагом потихонечку многие такие соцсети начинают ограничивать рекламу криптовалют конечно по поводу twitter это пока еще не подтвержденная информация она появилась вчера по данным о sky news это произойдет в ближайшие две недели типа twitter сейчас разрабатывает свою новую финансовую политику в которой уже будет четко ясно указано что запрещается реклама и seo и криптовалюты будем следить за ситуацией я все-таки считаю что это не очень хорошая новость для криптовалютного рынка и поэтому ее озвучил то есть это негативная новость почему потому что очень многие разработчики криптовалют и сами сообщества криптовалют в общаться в 3 в твиттере это такой канал для получения информации если он будет ограничен думаю что в краткосрочной перспективе это может значительно надавить на рынок но конечно я все-таки считаю что даже если будет давление на рынок и цена биткоина снизится если она зайдет вот этот фундаментально на мой взгляд оправданный диапазон который я уже неоднократно озвучиваю я буду рассматривать возможность для открытия долгосрочных позиций то есть это инвестиционные сделки которые я просто считаю оправданными с целью покупки на 2-3-4 года вперед то есть без каких-либо спекулятивных сделок есть так могу выразиться и так идем дальше сейчас конечно предполагается что вчерашний отскок у биткойна который я прокомментировал вот давайте в течение дня мы посмотрим как выглядит график вчера цена упускалась ниже семи с половиной тысячи долларов 7300 как я говорю вот предполагаете что отскок цены биткойна вчера вечером произошел за счет того что напоминаю сегодня состоится 2 начинается двухдневное заседание большой двадцатки в аржен аргентине появилась какая-то неподтвержденная информация что все-таки эти государства или представители государства большой двадцатки в аргентине не приимут жесткие меры в отношении криптовалют то есть да они обсудят какова ситуация на криптовалютном рынке какие регулятивные меры необходимо разработать но так как у разных стран разные взгляды крипто сообщества считают что они не смогут выработать такую общую жесткую позицию в отношении криптовалют и они считают что некоторые страны даже озвучат что наоборот нужно поощрять и внедрять криптовалюты поэтому предполагается что за счет вот этого двухдневного заседания в бонус айресе не будет сильного ограничения криптовалют мы конечно увидим что произойдет в ближайшие два дня но в целом я хотел озвучить эту новость потому что многие предполагают что именно за счет этого произошел вот этот отскок цены биткоина на 1000 долларов за последние там 15-20 часов и так идем дальше нашел очень хорошую такую новость если могу сказать что это новость в твиттере адама бека адам бек мы знаем что это один из ключевых криптоактивистов и криптовалютных разработчиков он разработал хэш кэш или именно та система хищирования на которой разработан биткоин мы это неоднократно говорили поэтому когда-то считалось что именно адам бек является тот сатоши накамото но конечно это не важно что хочу сказать в его твиттере в субботу я нашел вот эту полезную ссылку и давайте кликнем здесь практически есть такой сайт dead coins на котором появляются все больше и больше криптовалют которая практически не сработали и исчезли потому что многие считали что вот кто-то может запустить любую криптовалюту даже если она является скамом обманом и так далее все равно она остается в этом интернет пространстве и продолжает торговаться хотя она ничем не подкреплена вот здесь оказалось что этот сайт dead coins практически публикует и обновляет все время список криптовалют которая соответственно пропали и исчезли или сработали соответственно для меня это была такая интересная информация тут тут можно найти какие криптовалюты были например их история например если она есть кто их создал когда они практически торговались где торговались и когда они исчезли вот список всяких таких дед коинов то есть умерших криптовалют следующее что хочу сказать это последняя новость потому что мы на прошлой неделе комментировали очень часто криптовалютную биржу binance и не байнанс которая на данный момент находится в японии но мы знаем что за ней стоят китайцы то есть бина сначала была китайской криптовалютной бирже потом они переехали в японию из-за запрета криптовалютных бирж который состоялся в китае в конце прошлого года точнее в сентябре то есть осенью и что хочу сказать мы неоднократно обсуждали binance тем более что недавно была хакерская атака на эту биржу они смогли отбить хакеров и мы от комментировали соответственно у них еще одна очередная очень хорошая новость на прошлой неделе я говорю что мы комментировали ту новость что binance собирается запустить binance chain децентрализованную криптовалютную биржу и сейчас они опубликовали 16 марта вот эту новость что binance готова соответственно у них 1 миллион долларов в качестве такого бонуса для наилучшего разработчика или коллектива разработчиков которая предложит хорошую децентрализованную биржу вот здесь написано каковы их критерии то есть тот который предложит вариант хорошей децентрализованной бирже они готовы по ему дать 1 миллион долларов то есть у них вот этот пул соответственно мы видим что бина все больше и больше работают в этом направлении то есть они не надеются что только их разработчики будут работать над этим над этой децентрализованной биржей binance chain а скорее всего они готовы услышать и других разработчиков то есть посмотреть у кого какие предположим предложение и даже в будущем можно подключить дополнительных разработчиков к своему проекту вот у них вот этот призовой фонд то есть нет понравилось то есть от серьезная биржа и соответственно я все больше и больше начинаю понимать что у бина с хорошей перспективы хорошо у меня на этом все по криптовалютному рынку жду ваших конкретных вопросов чате если они есть пожалуйста пишите в чате а так я хочу сказать что предполагаю что завтрашнего дня по вашей просьбе участников мои обзоры будут транслироваться с 11 до 11 15 по московскому времени то есть на полчаса мы сдвинем график этого обзора это было по просьбе наших участников жду вашей реакции в чате если есть вопросы пишите в чате если конечно нет вопросов то огромное вам спасибо за ежедневное участие мы соответственно увидимся конечно завтра карен спрашивает веселин мне кажется что криптовалюты с повышенной анонимностью типа манера даже будут давить что думаете по этому поводу большое спасибо за обзор вы знаете я что хочу сказать эти криптовалюты которая с хорошей анонимностью например манера дашь заткешь в ручь и так далее я хочу сказать что многие крипто инвесторы в том числе давайте я так покажу новость которая описал на прошлой неделе чарли не например он раскрыл на прошлой неделе я смотрел видео во время которого он выступал в сиднее в австралии он его спросили какие сейчас у него криптовалюты учитывая что он продал свои лайткоины из-за потенциального конфликта интереса вот практически криптовалют которую он озвучил я когда это услышал сразу написал эту новость чтобы всем это было полезно но почему я ссылаюсь на эту новость потому что она связана с вашим вопросом карен вот он также имеет чарли ли криптовалюту манера то есть большой анонимностью что хочу сказать по поводу вот этих валют о многих крипто разработчиков криптовалютных разработчики инвесторов есть большой интерес к этим монетам к манера к зиткеш дэшу и варч но совсем недавно появилась эта неподтвержденная информация что в многих странах власть может надавить на криптовалютной бирже чтобы они соответственно начали убирать вот эти анонимные валюты вот те которые мы обсуждаем я озвучил есть такие предположения что многие биржи со временем делистнут уберут вот эти анонимные монеты именно из-за этого кто-то предполагает что сейчас у них произошли вот эти глубокие просадки снижения вот например да стоит вот манера стоит 210 долларов совсем недавно она доходила до 360 из 60 долларов до стоит 375 долларов учитывая что он до полтора тысячи то есть 1500 даже 1600 стоил на некоторых биржах в конце декабря может быть это частично объясняет вот эти более глубокие просадки но мне кажется что просто эти криптовалюты скорректировали сильно из-за сильного коррекция на криптовалютном рынке и даже если их уберут с определенных бирж из-за давления властей мне кажется что все равно они рано или поздно стабилизируются стоит ли их покупать я не знаю каждый для себя сам решает я просто последний что хочу сказать многие разработчики предполагают что рано или поздно у ведущих криптовалют такие как bitcoin bitcoin кейш лайткоин те которые формируют экосистему биткоина также будет внедрена очень сильная анонимность то есть разрабатывается всякие такие новые направления как я не знаю если вы слушали мимбл вымбл или как там его произносят то есть я сейчас слушаю что разработчики говорят что после lightning network а это будет следующий щак там вообще будет очень сильная децентрализация будет очень большая анонимность благодаря этому и соответственно может быть анонимность появится в будущем и у ведущих криптовалют и соответственно тогда потребность криптовалютных пользователей к таким анонимным валютам как манера zkash и так далее снизится то есть это тоже фактор который нужно учитывать но на данный момент все-таки анонимность у биткоина ниже чем у вот этих криптовалют это чисто теоретически я озвучил хорошо спасибо иванов михаил за комментарии которые вы написали в чате карен у меня пишет у меня есть некоторое количество намайненного zkash думал их продать купить что-нибудь типа лайткоина вы знаете я не могу вам никакую рекомендацию дать карен все-таки на мой взгляд самый удачный подход к инвестированию на в криптовалюта это сделать хорошо с диверсифицированную корзину то есть это сделать хорошо с диверсифицированную корзину и на самом деле zkash монет который вы имеете она входит большую тридцатку она конечно не является плохой криптовалютой тем более что некоторые крупные инвесторы они иногда даже показывали что они инвестируют zkash конечно это вы уже сами решаете но на мой взгляд самый правильный подход это сделать хорошо с диверсифицированную корзину из нескольких криптовалют без сомнений bitcoin должен быть занимать лидирующую позицию я предполагаю что 30 процентов портфеля по определению должно приходиться на bitcoin даже больше меньше это как-то сомнительно но я думаю что в целом вот мое видение хорошо с диверсифицированная корзина из криптовалют и минимум треть должна приходиться на bitcoin но это мое личное мнение и так видно что других вопросов нет соответственно огромное спасибо за ваше ежедневное участие уважаемые зрители жду вас всех конечно завтра снова приблизительно в это время то скорее всего завтра этот обзор состоится в 11 часов по московскому времени всем спасибо и хорошего дня с вами был веселим питков аналитики инвестиционной академии а и и Продолжение следует...